Друзья, всем большой привет-привет! С вами Алена. Сегодня выхожу лицом. У меня тут прям эти как-то модные инсайты. Короче, начнем со снятия. Делаю одну руку, одну, вторую, что-то было лениво делать. В общем, делаю сегодня нашей Лене, нашему директору маникюр. Я говорю, давай что-нибудь сделаем такое, чего-нибудь, что давно хотела сделать. На самом деле у меня завалялись кое-какие гели, но об этом чуть позже. Для начала снимем покрытие и начнем опил формы. Опилю пилочкой Nippon Nippers на вспененной основе. Вот всегда именно на вспененной основе, прям вот, ну не могу другими пилить, мне неудобно. После того, как ногти подготовлены, я туда смотрю все время, потому что у меня там видеоролик, мне так удобнее, мы берем пушер. Пушер имеет изогнутую форму, и это очень важный нюанс, потому что она повторяет форму кутикулы. И обратной стороной пушера можно счистить, например, потереги, чтобы фрезой было меньше работы, это действительно эффективно. Либо можно воспользоваться безопасной фрезой. Я, честно говоря, и то, и то люблю делать, но вот взяла то, что было под рукой из инструментов. Ну, без талька, куда я, никуда я без талька, я все время буду что-то им делать. Мне, правда, очень нравятся маникюры по тальку. Дальше у меня в работе фреза, педикюрная капля, она же морковка, и как только ее не зовут, ну, в общем, форма у нее достаточно удачная. Тупой кончик, большое пузико, которым можно классно доработать. Но я на этом не остановилась, мне показалось, что что-то там где-то еще затерялось, поэтому фреза пламя. Красное, любимое пламя, наверное, всеми излюбленные. В общем, дорабатываем мелочевку, что-то там немножко подшлифовываем, и переходим к покрытию. Здесь я показываю, как испаряется дегидратор. Это просто очень-очень красиво, мне кажется, такой залипательный кадр. И дальше переходим к праймеру. У меня бескислотный, с липким слоем. И потом наносим базовое покрытие. Я даже не знаю, есть ли смысл перечислять все, что здесь используем. У меня тут просто какой-то чумовой коктейль. Извалялся у меня как раз-таки не какой-то там гель, а полигель от Пахомовый. Она мне его подарила после того, как приезжала в Казань. Здесь у нас был конгресс, и там был ее стенд. Я сказала, боже мой, какой красивый гель. В общем, теперь он у меня есть, но открыла я его только сегодня. Ну, такая я себе, конечно, не очень. Это было быстро, но... Короче, он не зернистый, и вот такой более мягкий для тех, кто любит полигели по податливее. Это вот он самый. Я его выложила так, чтобы достроить уголочки, которых нам не хватало. И теперь опиливаю. Ну, опять-таки, все той же пилочкой. Схема опила стандартная, то есть оботекаемая, то есть мы пилим, создавая необходимую арку и архитектуру, потому что именно ее нам и не хватало. Кто был внимательный вначале, он заметил, что там супермягкий квадрат, который, скорее всего, больше даже скво, чем квадрат. В общем, после опила можно вспомнить про то, что мы не срезали кутикулу. Я возьму те самые ножнички с пометкой J. Кстати говоря, эта пометка означает, что они вот такие крючкообразные. Кому нужно, отмотайте и заскриньте. Ну, или постараюсь оставить ссылки, просто здесь очень много всего использовано. В общем, делаем срез и очень залипательный момент. Это шлифовка шаром. Это 50-й шар с красным абразивом. Мне прям очень сильно нравится этот момент в маникюре. Я вот сейчас смотрю и сама туда залипаю. Хотя, казалось бы, да, зачем залипать на свои же собственные видеоролики. Но такое тоже бывает. Дальше снимаем лишнюю пыль с помощью обезжиривателя и безворсовой салфетки. Можно также выполнить это кистью. Я просто надела салфеточку на ноготь и вот так это все оттуда достала. Потом еще один заждавшийся гель. Снова отпахомовый. Очень красивого цвета. Нежно-нежно-молочный с бежевым батоном и какие-то там еще пайеточки. Им я буду докладывать только недостающую часть архитектуры. Это не база, это именно гель. И я выкладываю большую капельку, ну как большую, нормальную такую каплю, я выкладываю в зоне кутикулы. И дальше стягиваю на нет. Почему? Потому что у нас там уже лежит полигель и он уже создает необходимый объем. Поэтому все аккуратно, тонкой кистью мы стянем в никуда. И отправим сушиться. Дальше по необходимости можно будет опилить, либо доработать бафиком. В общем, я пару раз махнула бафом, вроде норм. Ногти, если что, не кривые. Это лампа. Ой, не лампа, это... Забыла слово. Увеличительная, короче, эта штука, которая на телефон крепится. Все, короче, я уже сломался. Тут немножко залипашки про выпиливание изнутри. Здесь выпилить совсем немножечко, но мы поправили. Хотя гиппонихий был очень близко. Ну и дальше вообще просто открытие года для меня. Это длинная, огромная 1,7 мм, то есть 1,7 см, 17 мм кисть для френча, ну или для прямых линий. Я, честно сказать, раньше смотрела на эти кисточки в интернете. Обычно где-то на каких-то американских видео они более популярны. И думала, как вообще можно рисовать такой длинной, невозможно длинной кистью. Оказалось круто. Я прям от души рекомендую попробовать такую кисточку. Я дальше покажу. Взяла на Валберес просто интереса ради. Что-то она мне как-то подмигнула, как будто бы пока я там тусовалась на ВБ. В общем, я вам хочу сказать, что усы с ней получаются вообще сами. Я всегда брала кисть 10 мм. И тут мне клюнул жареный петух, и я об этом не пожалела. Я ждала ее всего 2 дня. Короче, она крута. Но вот для заполнения она совершенно не подходит ввиду длины ворса. Поэтому я взяла другую кисточку. Ну и френч по мне так вообще очень даже удался. Сейчас я перекрываю его топом без липкого слоя и помогаю себе тоненькой кисточкой все, что нужно распределить. Дальше переворачиваем ручку. Обычно этот топ я не показываю, потому что он не особо интересный. А тут, кстати, было видно, насколько лупы искривляются. Смотрите, кисточка неровная. Но нужно запомнить. Калинский USA OPI. Я не уверена, что она USA OPI. Но рисует она как надо. Просто синтетика. А тут у нас торец. Видите, какой он некрасивый? Потому что его надо подпилить. Не надо его закрашивать. Его надо просто опиливать. Вот здесь и по бокам. По бокам я почему-то решила, что снимать не нужно. В общем, выглядит этот торец после опила именно так. И дальше необходимо немножечко фрезой подчистить. Это также не вошло в видео, потому что я там банально не помещалась. И в завершение мы возьмем молекулярное масло для сухой кожи. Там два вида у Домикс. Есть для жирного, есть для сухой. Ну, тут, по-моему, все логично. Да, сухую увлажняет, влажную не мокрит лишним, короче, не жирнит. Хорошая штука, особенно для тех, кто хочет сделать после маникюра фото или видеосъемку. А также для клиентов, которые не любят, когда слишком жирно, масляно и липко. И испаряется оно действительно достаточно быстро и, кстати говоря, не портит вид кожи, не превращает его в сальные сардельки. Ну и матовый топ тоже вам не запортачит на фотографии, поэтому советую. Вот так выглядит наш маникюрчик после. Посмотрите, какой аккуратненький он получился. Тонкий торец, хотя в макро этой игры проблемы есть, все немножечко съезжает. Но зато получилось красиво. Еще хочу сказать, что блестки в полигеле вроде как были светоотражающие, но как бы мы ни светили, у нас ничего не получалось. Зато эффект очень даже интересный. Немножечко градиент такого бежа внутри и плюс пайетки. На этом у меня все. Всем большое спасибо, кто посмотрел. Напишите, как вам такой формат. Я его периодически делаю. Заходит или не заходит, или ну его нафиг мое лицо. В общем, пока-пока.